На базе Нефтекамского общества инвалидов в сентябре прошлого года стартовал проект под названием «Простые вещи». Он реализуется на средства гранта главы Республики Башкортостан и уже полюбился нашим ребятам. Благодаря этой программе люди с ограниченными возможностями здоровья могут не просто вместе проводить досуг, но и заниматься полезными делами. Наш проект предусматривает несколько направлений работы. Во-первых, это социально-бытовая адаптация наших молодых людей с ментальной инвалидностью. Для этого мы обучаемся разным видам деятельности, полезной, социально-полезной деятельности, умеем организовывать свой досуг. Также еще одно направление работы проекта – это социально-бытовая адаптация. Наши участники учатся готовить себе простую еду, закупать ее в магазине. Все это звучит очень просто, но на самом деле выполняется очень сложно. Еще одно направление – это работа арт-терапевта с психологом. Участники активно принимают участие, рисуют, делятся своими переживаниями. И это очень значимая часть работы для социальной интеграции людей с ментальной инвалидностью в общество. Еще один проект, реализуемый в рамках конкурса фонда президентских грантов – «Ступенька в школу». Благодаря этой программе дети с ментальными нарушениями получают необходимые знания и готовятся к школе. Всего по данному проекту проходит обучение 16 ребят. «С октября прошлого года вводим. Скоро к школе готовится, поэтому начали вводить. И есть результаты». «Какие результаты вы уже заметили?» «Более усидчивый стал, общение с детьми, более общаться начал. Занимается, старается». Два раза в неделю дети занимаются слогопедом, дефектологом, музыкальным руководителем и психологом. На уроках у ребят есть возможность не только получить новые знания и навыки, но и пообщаться со сверстниками. «Основное внимание мы уделяем привитию тех социальных навыков, без которых школьное обучение невозможно. То есть уметь коммуницировать друг с другом, слышать, слушать и слышать учителя, не брать чужие вещи, уметь различать свои вещи и так далее. Это помимо тех основных когнитивных навыков, над которыми мы тоже работаем, математические представления, занятия логопеда, речевое развитие и так далее». С февраля стартует новый проект, выигранный в конкурсе Фонда президентских грантов. Это спортивный проект «Движение в жизнь». На его реализацию выделено более 2 миллионов рублей. Подопечных Нефтекамского общества инвалидов ждут новые направления деятельности, общая физическая подготовка, а также игры в настольный теннис, мини-футбол и бадминтон. Ксения Белалова, Эдуард Новиков, информационная программа «Ежедневник».